Быстро пролетело лето. Вот и август, о чём спешит нам сообщить эта медлительная мясная муха. Пара домовых сычей в городе Славянске в спальном районе вырастила малышей. Четыре недели насиживались яйца, четыре недели кормились малыши в гнезде. И теперь ещё до трёх месяцев малыши будут подкармливаться родителями. И лишь впоследствии начнут свой самостоятельный образ жизни. А пока родители усиленно на рассвете пытаются добывать мышей, ящериц, мелких птиц, червячков. В общем, что попадётся. Не пугайтесь этой птицы, этого голоса, так как они очищают наш город от грызунов, которые распространяют сальмонеллёз, лептоспироз, туляремию, различные лихорадки. В общем, опасные заболевания для человека и домашних животных. Как только улетели сычи, тут же родители стрижи побуждают своих чат к полёту к охоте на насекомых. То есть сразу от рассвета и до заката они будут питаться и двигаться, наращивая свою мускулатуру. Если молодые садятся на гнездо, старшие побуждают к движению, принуждают к полёту птиц, чтобы птенцы находились постоянно в движении. Им предстоит очень длительный полёт или в Южную Африку, но скорее всего в этом году они полетят в Индию. Такой вывод делаю из-за того, что из Европы к нам идут циклоны с розами и шквальными ветрами. На Донбассе и в Луганске, как всегда, украинская армия активно ведёт боевые действия, уничтожая не только людей, но и хлорую фауну. А сарафанное радио в мире животных такое же, как и у людей. То есть ужас и страх передаётся некоторыми особями, то есть птицы уже не полетят в этом направлении. То же касается и совместных учений военных. Не проводят же американцы на своих курортах и природоохранных зонах учения совместные. Не приглашают же туда Украину. Обратили внимание на тренировку. Настоящий университет полёта. Вот именно эта стайка 5 августа уже улетела первой. Осталось несколько десятков стрижей, поэтому сороки обосновались на крыше со своими милыми, крикливыми сорочатами. Теперь им никто не мешает. Скудеет мир цветущих растений, но на яснотковых мы продолжаем видеть голубянок, бабочек, собирающих нектар. Зрелище обворожительное. А вот на живокости работает шмель садовый. Злится. А это журчалка. Это муха. В отличие от ос и пчёл, у неё всего два крыла, а не две пары. Яркие сиреневые цветы чертополоха также привлекают массу насекомых. Ну а у людей чертополоховый вызывает некоторые нехорошие ассоциации из-за своего колючего неприятного стебля. Продолжает работать шмель плотник или пчела плотник фиолетовая. Ещё цветёт шалфей и труженик работает. У нас очень красивая и богатая природа, которая требует к себе бережного отношения и поддержки.